Хочешь изменить город к лучшему – начни с себя. Инициатор всей этой красоты – мистер Джерри. Он родился в этом доме, затем долгое время путешествовал, был за границей. И в 2010 году судьба вернула его на родину. Приехав сюда, он ужаснулся, в каком состоянии находится его родная парадная. И принялся ее облагораживать. Сегодня мистер Джерри открывает здесь новую работу. История этого этажа такая. Случилось так, что я влюбился в кусок мрамора. Ну и купил его. И не было понятно, что с ним делать. Пока как-то меня осенило, я построил эти часы. Часы, понятно, что нужно что-то соответствующее, умное придумать. Ну, понятно, что из латыни. И так возникло момента моря. Прежде всего отремонтировал световой фонарь. Мистер на крыше поменял покрытие, а под купол запустил витражных бабочек. Теперь эти стеклянные бабочки летают высоко под потолком, вызывая восхищение и улыбки гостей. Картины на стенах подъезда писали одесские художники. Святослав Лаврусенко и Александр Карпов. Они говорят, что каждая деталь, которая присутствует на картинах, задумка самого мистера Джерри. Они лишь помогли инициатору воплотить все в жизнь. Написание картин заняло около трех месяцев. У Мистера Гликштерна каждый день новые идеи. И эти персонажи как бы выросли в полное заполнение всей стены всего этого сектора с очень большим количеством сюжета. Здесь и фонтан молодости, здесь и любовные сцены, здесь и ланснерты с предводителем. Во-первых, дом начинается с тебя, и город все же не может полностью на своем обеспечении ухаживать за парадными и вообще за многими вещами. Поэтому я считаю, что жители должны в первую очередь уже сами организовывать такие вещи. Может быть, не каждый, конечно, сможет потянуть на такие шикарные работы или постановить крышу. Это, конечно, очень затратно. Но хотя бы облагородить по минимуму, я думаю, что каждый в состоянии. Слава подъезда на Гоголя уже облетела весь город. И с недавнего времени сюда стали водить экскурсии. Гиды говорят, что эта парадная уже стала одной из самых любимых для туристов, желающих увидеть историческую Одессу во всей ее красе. В этом участке города, в центре, это, наверное, единственный такой объект, объект очень контрастный, где можно показать обычное состояние городских домов, а потом привезти сюда так, чтобы люди ахнули. Потому что даже одесситы понятия не имеют, что можно вот так вот вложиться в тот дом, в котором ты живешь, и сделать вот такую красоту. Мистер Джерри сожалеет, что не все жильцы дома согласны приложить усилия к облагораживанию своей парадной. Но его это не останавливает. Ему не все равно, каким его город проснется завтра. Потому что патриотизм и любовь к Одессе начинаются с элементарных мелочей. Василий Базовлук, Анастасия Герасименко, Герасим Олесенков, телеканал Репортер.